В отличие от коллег, без автомобиля Андрею Николаевичу не обойтись. В его ведении дачные участки садоводы Севера, Строитель, Низовка, Седьмые сады. Сегодня капитан полиции Костин проверяет тревожный сигнал. Кто-то незаконно добывает песок в районе старого кладбища. Были незаконные просто раскопки песка. Соответственно, будем проводить проверку. В случае установления лица, который совершил эти действия, будет привлечено к административной ответственности. Одна из особенностей участка – это лица без определенного места жительства. Живут они в заброшенных дачах, в сараях. Зачастую никаких документов при себе не имея. Близ улицы Магистральной в лесу бомжи сколотили себе избушку. Живут вдвоем. На жизнь зарабатывают мелкими колымами. Работаем? Да, колым. Колым? По разбору кирпича? Кирпичи, дача. Дача чистая колыма, да? Что мешает жить нормально, снимать комнату. Зиму, говорят, переживут спокойно. Уже третий год их дом здесь. Дрова заготовили, все в двух шагах – и прачечная, и уборная. Мебель и хозяйственные мелочи найдены на местных свалках и умело приспособлены к жизни. Восибирск, ты откуда? А я вот это. На мусорке нашел. На мусорке? Ну, в гаражах, мимо гаража я проходил, он стоит, выкнулся. Все, что валяется, все плохо, мы все собираем. Сам ездит? А его, а что делать надо? Педалей нет. Если нет доказательств, что эти личности нарушили закон, то единственное, что в полномочиях участкового – это профилактические беседы. Помочь таким людям могут только они сами. Людям постоянно проводятся беседы и говорят, люди, идите работать. Почему бы и нет? Если они не хотят работать, то их не заставишь. Если человек хочет, то он ищет возможности. Если человек не хочет, то он ищет причины. Основное правило больше я здесь не вижу. Для неподготовленных кажется, что эти картины из ряда вон выходящие. Для старшего участкового Андрея Костина сегодня обычный рабочий день. Продолжение следует...